По большому счету можно говорить о свершившемся факте. Претенденту на должность задавалось множество вопросов. В итоге же возражений по предложенной кандидатуре не возникло. Члены комитета единогласно одобрили на этот пост Галину Смулько. Официальное утверждение депутатским корпусам через неделю становится не более чем формальностью. Проделана немалая предварительная работа. Кандидат должен был соответствовать не только всем стандартным требованиям на директорский пост, но и специфики национального учебного заведения. Главная специфика заключалась в том, что нужно было подобрать человека, который знает не только специфику работы административной, но и владеет польским языком в первую очередь. И в идеале нам очень хотелось, чтобы этот человек знал работу школы, был в теме, и чтобы его поддерживало большинство и коллектива, и польского общества. Для нас это важно, поскольку эта школа является такой особенной в нашем городе, и хочется, чтобы она работала, процветала и развивалась. Кандидатура Галины Смулько очень устраивает польское общество, Союз поляков Латвии. Во-первых, она соответствует всем требованиям, предъявленным на конкурсе, которые она достойно, с большим преимуществом выиграла. Я уверен, что кандидатура Галины Смулько будет достойной кандидатурой, достойным директором и продолжателем традиций, которые уже продолжаются в течение более 20 лет в польской школе. В данном случае, пояснили представители многочисленной польской диаспоры, единодушие удалось достичь и в более узкой среде. Галина Смулько уже 16 лет на педагогическом поприще, дипломированный специалист по польской и русской филологии. Самое главное, преемника выбрали своего, знакомого детям и родителям, прошедшего путь учителя и замдиректора в родном учебном заведении. Без пяти минут новый руководитель считает основной задачей укрепления уже достигнутого школы. Стратегически может произойти все, так если мы не знаем, что будет завтра, но больших изменений в школе не будет, будет только улучшение. Стабильность и улучшение. Я надеюсь на это и сделаю все, что в моих силах, потому что коллектив у нас хороший. Родители, дети, мы учителя поддерживаем друг друга, знаем, что каждому из нас необходимо, как мы можем помочь друг другу. Я надеюсь, что стратегия у нас одна – стабильность работать дальше, экзамены на носу.